В Свердловской области существует давняя летняя традиция в день памяти святого равнопостального князя Владимира, крестителя Руси. На реке Часовой проходит массовое крещение. Таинство принимают люди, которые прошли курс согласительных бесед и получили письменное благословение батюшки. Как это происходит, давайте узнаем прямо сейчас. Для этого переносимся на Урал. На прямую связь с нами выходят благочины Полевского церковного округа. Протерей Сергей Рыбчак. Отец Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, как появилась эта традиция, кто стал ее первоисточником? В 2003 году была создана община верующих православных христиан в поселке, в котором никогда не было храма. И перед тем, как мы собирались назвать свою общину, в этот день в своем храме мы служили в день памяти святого равнопостного князя Владимира. Ну и так и возникла идея эту новую общину, поселку, назвать в честь святого князя Владимира. И оказалось так, что будущий храм, который начали строить, он оказался прямо на берегу реки Чусовой. И в 2003 году, когда его освящали, возникла сразу же первая идея совершить и крещение всех подготовившихся людей, пришедших ко святому крещению. И вот уже 19 лет это уже стала традицией в день памяти равнопостного князя Владимира. Кроме престольного праздника, многие люди приходят обязательно принять святое крещение в воде и Чусовой. Это наша братьевская река. Как-то вот так сложилась эта традиция. Отец Сергий, а сколько завтра людей собирается креститься? Ну, по нашим предварительным подсчетам, те, кто готовился к храму на Болевском благочине, будут, может быть, человек около моста. Но обычно бывает так, что еще приезжают из Акатеринбурга, из других городов наших партий, из других и партий. Поэтому мы никогда точно не можем назвать общее число желающих с крещением. Это вот вальца прошлое. Знаю и об этом. Спасибо большое, отец Сергий. С днем крещения Руси. С праздником ваших прихожан. Прекрасный повод отметить этот день и принять святое крещение. Чудесно просто. Продолжение следует...